Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Из двое мужчин не могу разобраться в своих чувствах. Первый знакомый 10 лет, несколько раз ходили с расходили, знакомился со своими, всегда думал, что он мой человек, что люблю только его. Но жизнь нас разлучала, мы снова сходили. Второй появился недавно, встречаемся полгода, относятся серьезно, влюблен, разговоры, ежедневные в течение дня, вечером перед сном, по утрам, каждый раз стараются меня порадовать, беспокоиться, переживая за меня с ним спокойно. Но время от времени первый дает о себе знать, я его люблю, и он говорит, что любит, но нет такого трепетного отношения у него, характер такой. Так я пыталась пару дней с обоими параллельно общаться, поняла, что не могу предавать обоих, и с обоими прекратила общение. Ко второму нет чувств, есть интерес, уважение, но не уверена, что хотел бы прожить с ним всю жизнь. С первым готова ходить на край света, иду по улице, представляя его рядом с ним, со вторым такого нет. Первый ходит, страдает, пытался вернуть, но у меня обиды к нему, не знаю, что делать дальше. Скушаю очень сильно по нему, но боюсь, что сделает больно, уйдет в себя, как уже было. За вторым, хоть и спокойно, стабильно, нет любви, но его внимания тоже не хватает иногда, так как привыкла к 10-дневным разговорам. Я совсем запуталась, посоветуйте, что делать дальше. Так, хочу первого вернуть, очень скучаю, хочу быть с ним, но боюсь остаться нищим. Второго жалко. Смотрите, на мой взгляд, ключевым моментом здесь является то, что вы как будто бы чрезмерно центрированы на мужчинах. Я бы так это сказал, на мужчинах. Я бы сказал, что вы чрезмерно центрированы на мужчинах. Я бы сказал, что складывается такое впечатление, такое ощущение, как будто вы только о мужчинах и думаете. я понимаю, что это такая вот, во многом ошибочная позиция, потому что это, ну, скорее всего, не так, потому что понятно, что вы пишите только об этом, потому что вас это волнует. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, очень важно подтвердить, как минимум, или опровергнуть, как минимум. А этот факт, есть ли у вас какие-то интересы, да, помимо мужчин, вот, и реализуетесь, если вы как-то помимо мужчин. Потому что у меня такое ощущение, что на данный момент то, что вы делаете очень похоже на реализацию на реализацию себя через мужчину. Почему вы не можете разобраться в своих чувствах? На мой взгляд, это связано с тем, что с каждым из человека, с каждым из мужчин, вас притягивает состояние. То есть от каждого из мужчин вы хотите чего-то получить. но не хотите, как бы, ну, грубо говоря, отдавать, да, то есть вам не хочется, или хочется, но в меньшей степени, хочется, как бы, что-то для людей делать, вот. В меньшей степени хочется для мужчины что-то делать, вот. И, на мой взгляд, вот этот аспект, он как раз является здесь ключевым. На мой взгляд, этот аспект является очень важным. На мой взгляд, этот аспект является определяющим. то есть именно то, чтобы вы, в первую очередь, нацелены на то, чтобы сейчас получить что-то от человека. Понимаете, да? Какая, вот, тут есть, эм, проблема. На мой взгляд, по-вторых, эм, какая здесь есть проблема. И, собственно, нужно, эм, как мне кажется, эм, корректировать. В первую очередь, этот аспект, необходимо корректировать. В первую очередь, этот аспект. Понимаете? То есть, аспект того, а я вот с этими людьми взаимодействую и общаюсь, чтобы что. То есть, ну, чего я хочу получить от человека. И вы очень быстро, на мой взгляд, сможете увидеть то, что вам хочется. Очень быстро вы это увидите. Но нужно, на мой взгляд, нужно иметь такое вот мужество. Нужно иметь мужество для того, чтобы признать, чтобы признать, что я хочу чего-то от человека. И что я стремлюсь к определенному состоянию, что мне чего-то не хватает самой. Например, я хочу защищенности, что у меня тревожность. Или, допустим, я не уверен в себе, я не уверена, точнее, я не уверен в себе. И мне нужна какая-то поддержка, да, мне нужна какая-то опора и так далее. Вот. То есть, это потенциал для роста. Вот. Иными словами, мужчины в настоящий момент являются для нас шансом. Я бы сказал, возможностью, вот, что-то для себя получить. И каждый мужчина дает вам что-то свое. То есть, один мужчина дает, например, эмоции, второй мужчина дает, там, стабильность и так далее. Вот. Понятно, что вам нужны то и другое, но важно понимать, что это всего результат вашего внутреннего конфликта, вашей внутренней, в первую очередь, тревожности либо страха. Вот. И, соответственно, эту проблему в первую очередь нужно решить. Вот. Пока. 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 Это проблема. А, решена не будет. Вот. Я думаю, что, по большому счету, так вы и будете себя чувствовать, так вы будете себя ощущать, так вы и будете метаться от одного человека к другу. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Вот. А, потому что, когда человек в этом плане, в этом смысле свободен, вот, он, как бы для него все, ну, просто все достаточно очевидно и все понятно. Вот. В вашем случае это не так, соответственно, вот, нужно с этим разбираться. А, отдельным пунктом идут, конечно, обиды. И отдельным пунктом идёт то, что вы боитесь, как вы говорите, остаться нищим. Это вот отдельным пунктом совершенно идёт то, что история, потому что обиды связаны с ожиданиями. То есть, ну, ожидания у вас, грубо говоря, какие-то есть. И эти ожидания, они вас, как раз-таки, тянут на, ну, тянут, тянут назад. Вот. А, с другой стороны, это вот страх остался нищим. Это, это история про, про, ну, некоторые такое, знаете, не веры в себя. То есть, вот, вот, мне нужно обязательно, чтобы отношения, да, ну, чтобы они, вот, к чему-то, к чему-то привели. Обязательно. То есть, я боюсь, что отношения нищими не привели. То есть, вы, вы здесь хотите, эм, контролировать, вы здесь пытаетесь контролировать. Вот. Ну, а правда исключается в том, что контроллер, в общем-то, показатель, как раз-таки, эм, да, переводного достаточно человека. Вот. И, соответственно, нужно работать, в первую очередь, именно с этим. Вот. 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 Ожидание, это, э, ваше, ваше желание. А, вот. Ответственность, за которые вы, э, перекладываете, скажем так, на других людей. Это, да, нам, все, да, нам, все, да, нам, все. Вот. А, хорошо ли это? Нет. Это нехорошо. Это совсем нехорошо. Вот. Это совсем нехорошо. Для вас это совсем нехорошо. А, вот. И, э, э, ну, я бы сказал, я бы сказал, что это делает вас зависимым. От, как раз-таки, э, этих самых мужчин. Вот. От того, например, как человек себя поведет, да, от того, условно говоря, не знаю, что человек будет делать, да. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. И, на мой взгляд, вот, э, с этим, э, с этим, э, в первую очередь, нужно работать вам. Э, э, советов, советов, э, советов, э, советов, э, психологи не дают. Э, вот, это тоже очень важно понимать, что мы не даем, советов, э, но мы помогаем, э, э, человеку, э, разобраться в себе, и мы можем, э, как раз-таки помочь вам разобраться в, э, э, себе, если вы, конечно, этого хотите. Вот. Вот. То есть это вот очень, э, важно понимать. Очень важно понимать. Вот. Такой ответ я мог бы вам дать. Ну, и ещё одно. Эм, чтобы вам было несколько лучше, э, понятно, что происходит. Эм, имело бы смысл вам изучить, эм, треугольник Карпана, треугольник Карпана, он, так, э, он так вот, э, в принципе, э, и называется, эм, треугольник Карпана. Эм, вы можете, э, э, изучить, э, то, каков характер, эм, э, ну, каков характер ваших отношений. Эм, вот. Эм, вот. То есть вы можете увидеть, э, здесь, э, то, то отношения, какого типа, э, вы выстраиваете. Эм, ну, вот, например, э, э, с, э, с мужчинами. Эм, вот. Вы можете увидеть, увидеть это. И, и увидеть, э, э, в какой, э, позиции находятся свои, э, вот, ну, э, в этом, э, в треугольнике. А, в какой позиции на, 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 находится, ну, например, мужчины. Так? Вот. То есть это, ну, это не так, на мой взгляд, прямо уж сложно было бы для вас. Вот. Это, в принципе, то, что вы, мо, мо, ну, э, то, что вы, э, 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 довольно легко, э, могли бы сделать, э, самостоятельно, без каких-либо проблем и, э, 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 ну, без каких-либо, э, э, сложностей и трудностей. Э, э, просто, э, чтобы начать, э, э, над собой работу. Вот. На этом всё. Э, 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 удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь, э, за помощью. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи!